Добрый день, доброе утро. Сегодня 6 января, еще один выходной день, даже вдвойне, и если не втройний выходной день, потому что новогодние праздники продолжаются. Сегодня сочельник, завтра Рождество, и сегодня воскресенье. Но мы здесь в полном составе, в открывашке, и мы сегодня будем говорить на очень интересную тему. Мы вот думали взять гадание, потому что ведь крещенские гадания начинаются, рождественские, крещенские гадания, но мы взяли тему другую, официальную такую, взяли тему, признанную учеными всего мира, но которая тоже имеет некоторое отношение к гаданию, потому что гадание с какого-то ракурса тоже является психологическими играми. Мы будем сегодня говорить об игропрактике. Более подробно, что это такое, нам расскажет сегодняшний главный специалист, я его сразу представлю, после того, как сама представлюсь. Меня зовут Светлана Занько, а нашим сегодня главным гостем является Надежда Бушмилева, практикующая психолог, наш постоянный автор программы «Практическая психология» на этот добрый день. Доброе утро. Доброе утро. И, конечно же, мы сегодня открывашку проводим вместе с ребятами, которые уже такие наши постоянные ведущие, профессионалы этого дела. Начнем с Елы Кравцова. Ела, привет. Всем привет. Очень давно тебя не видела. Мы тут поняли с Елой, что несколько месяцев друг друга не видели, и очень радостно тебя видеть. Мы здесь с Федором Рачковым. Федя. Всем доброе утро. Да. И мы здесь с Евеей Бушмилевым. Здравствуйте. Привет, привет. Ну, собственно говоря, тема, которую мы сегодня взяли, мы как раз ее обсуждали с Елой, с Надеждой, как можно развернуть историю прогадания в другую сторону, потому что это такая народная история. А мы сейчас возьмем эту историю с точки зрения профессионалов, ну и в то же время с точки зрения семейного какого-то времяпрепровождения, потому что это все пересекающиеся темы. Да, конечно. Мало того, что это еще и практика ориентированная, да, то есть можно это все применять. Прямо вот не обязательно, чтобы у вашей семьи был психолог какой-то, например, у Ильи. Да, я не знал. Да. Это могут быть просто родители, это могут быть просто подростки, да, потому что что такое психологические игры? Это игра, которая позволяет тебе лучше себя узнать, лучше узнать, например, ваших друзей, улучшить детско-родительские взаимоотношения, если вы берете и играете вместе, да, там, родители, дети. А плюс ко всему это еще и те самые игры, которые, например, развивают какие-то у тебя новые навыки. А давай перед примерами давай сразу узнаем, какие игры ребята играют у себя дома, например, да, или там в классе, может быть. Или, может быть, в пионерских лагерях. Или, может, в лагерях, да. Нет, у тебя есть дома какие-то игры? Мы с семьей очень часто собираемся и играем в Диксит, а с друзьями я часто играю в Монополию. Отлично. Да. А что вот Монополия тебе помогает в себе развить? Стратегию. Стратегию, отлично, да. И смотрите, многие, например, даже теперь уже нынешние, там, миллионеры, они говорят... И почему-то в сторону миллионеров. Миллионеры? Ну, тут все понятно. Миллионеры. Они говорили, а мы вообще начинали в детстве вот это с Монополию. С Монополию. Конечно. Ну, вот можно заметить то, что я тоже играю в Монополию, и там очень хорошо устраиваются отношения с людьми. Ты можешь просчитать их дальнейший ход, в котором можно будет понять, где им выгодно, допустим, не продать твой участок, ну, приберечь, да, у тебя будет меньше запасов, но зато ты сможешь дать им улицу построить. И дальше ты сможешь играть... Настоящий Монополист. Хорошо. Федя, вы в какие игры играете дома? Я тоже играю в Монополию, но я в нее давно уже не играл. Также, когда я в большом, скажем так, в сообществе с друзьями, я играю иногда в Мафию. И последний раз я играл с друзьями в Диксит. Вот, Диксит тоже у нас есть дома. Софья, настольная такая игра. И единственная проблема, что хочется докупать карточки к Дикситу, потому что... Диксит нужно было для себя отметить. Да, вот сейчас расскажем, что такое Диксит. Я расскажу. Играйте же вы в Диксит, ты сказала, дома. Есть еще русская версия под названием Магинариум. Магинариум или Диксит. Там в чем принцип, скажи, пожалуйста? Докупать карточки. Это проблема. А принцип, да, принцип другой. Принцип заключается в том, что... Это игра на несколько игроков. Вы вытягиваете себе карты, и человек должен придумать какую-то свою интересную ассоциацию к карте и выложить ее на стол. Дальше остальные люди тоже должны выбрать у себя карту, которая подходит под его ассоциацию, и все переворачивают карты. Потом нужно найти человека, который изначально загадывал. И смотрите, вроде бы такие простые движения, но тем не менее развивают, во-первых, вариативность мышления, развивают возможность креативности. Какие еще возможности развиваются у человека, играя в эту игру? Внимание, возможно, оценить какую-то тонкую линию, где человек похож, или где его качества были различные, отношения. То есть, вроде как все... Может быть, какие-то акценты там появляются. Я не играла в Диксит, но... Где-то детали, мелочи, да? Ну, там на самом деле, вот она очень непрямолинейная, эта игра. Да? Там настолько... Это ассоциация, которую ты озвучиваешь, может, с первого взгляда, карточки твои, кажется, совершенно не соответствовать. Тебе нужно зацепиться, вы правильно сказали, за такую деталь, которая все перевернет и будет самой ключевой. Может быть, даже через несколько ступенек только связанных с той картинкой, которую ты положил. То есть, да, многоходовочка такая получилась. И это же как раз развитие когнитивных мышлений. То, о чем постоянно говорят родители и учителя, что нашему новому поколению это очень важно развивать. Я хочу сказать, что вот некоторые люди, они специально пытаются объяснить как можно понятнее, чтобы кто-то смогли говорить. А некоторые максимально непонятнее. И когда их спрашивают, как это так, они как бы оправдывают с тем, что хоть что-то совпадает. Смотрю, спор начинается. Как же ты так такое заказал? Ну вот мы тут сказали про когнитивное качество. Надо расшифровать, что это такое. Хорошо. Это все, что связано с нашим мышлением. То есть, когда, например, мы с вами умеем читать, понимать всевозможные смыслы. Ну, например, когда мы ребенка спрашиваем, что такое человек с золотым сердцем. И вот здесь, если брать глубоко психологическое здоровье, то мы с вами должны понимать, что такое человек с золотым сердцем. Как вы понимаете его? Мне кажется, что человек с золотым сердцем это очень добрый человек, у которого доброе сердце. Хорошо. Твоё? Возможно, человек, который, скажем так, оказывает помощь другим людям, из-за этого его считают. То есть, про человека, который умело говорит, что у него руки золотые, про человека, который помогает другим, говорит, возможно, что сердце золотое. Вот смотрите, да, мы сейчас с вами такой пример очень простой привели. А ведь на самом деле, если брать глубинную психологию, то, например, если у человека какое-то есть нарушение, то он не сможет понять вот этот вторичный смысл. Понимаешь? Поэтому, когда мы маленьких детей начинаем развивать вот эти когнитивные, да, сферы, то это тем самым мы помогаем ему в жизни быть психологически зрелым, да, умным. Вот эти все вещи, они важны для нашей с вами жизни. Ну, у нас ребята здесь взрослые уже, там, и сидят. И они уже знают, что такое золотое сердце, золотые руки. А если бы мы задавали этот вопрос, наверное, детям помладше, они бы приводили какие-то другие истории там, да? У нас, может, ответили бы, добрые. А может быть, вообще нет, а просто золотой, значит, тяжелый, если так золото. Ну, не знаю, для меня золотое сердце это какое-то открытое, общественное, возможно. Ну, и еще, конечно же, доброе, которое готово выручить, ну, именно если это брать на человека. Давайте мы сейчас зададим вопрос сразу слушателям. 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101. Мой будет первый вопрос, он сам, и он очень простой. Мы с этого начали беседу сегодняшнюю. В какие игры играете вы дома? С родителями, с братьями, с сестрами, с друзьями. В какие игры играете вы дома? 211-101. После первого ответа мы огласим список сегодняшних призов. У нас, как обычно, есть приглашения и книги. 211-101. То есть это хорошая такая история, расспросить у ребят, во что они дома играют. Конечно, потому что очень многие скажут, что мы вообще не играем или играем в компьютерные игры. И этот вопрос, в общем-то, кто-то говорит, ай-яй-яй, ай-яй-яй. А кто-то говорит, ну, и компьютерные игры, я сейчас, конечно, не буду их популяризировать, но они ведь тоже иногда развивают некоторые вот эти же опять-таки когнитивные качества человека. Вот это хороший сразу вопрос. Вы играете в компьютерные игры? Да. Какие компьютерные игры? Давайте не будем наслаждать. Не будем? Ладно. Не будем. Хорошо. Да, потому что наши ребята это герои. Там возрастные ограничения не очень хорошо срабатывают. Но, тем не менее, даже про компьютерные игры. Вот я спрашиваю на той сцене. Я говорю, вот хорошо, вот ты вот час сидел, сейчас играл. Какие качества тебе развивает эта игра? Ну, там, любая. Да, и вот, если он меня убедил, что вот эти, вот эти, вот эти качества, действительно, эта игра развивает. От меня еще на час отстают. Потому что любая игра, она, чем и прекрасна, тем, что она нас развивает в том или ином направлении. Я сейчас хотела рассказать немножко про ассоциативные игры. Да, мы примем звонок и будем подробно разговаривать уже про то, что у нас тут представлено, потому что на столе очень много различных игр, и надо будет к ним уже приступить. Ну, давайте вот сейчас поговорим все-таки об играх, которые у нас тут на столе представлены. Ну, вот смотрите, вообще игры, они с какой-то задачей или с какой-то целью создаются, да. Например, у меня здесь игра сегодня, я здесь ее принесла, игра в сатре. Я ей часто пользуюсь, когда взрослые или подростки приходят и говорят, у меня накопилось столько обид, там, обид на родителей, обид на своих, там, друзей, одноклассников, еще на что-то, да, или на кого-то. И просто человек не всегда может высказать свои состояния, ему бывает это сложно, а вот в виде игры, да, пожалуйста. Итак, мы с тобой оказываемся, Федь, например, да, в стране жертв, где ты говоришь... Так, подождите, давайте мы скажем, что у нас на столе лежит большая карта. Да, это называется поле. Вообще все практически психологические игры состоят из поля какого-либо, да, дальше из фишек, ну и, конечно же, кубиков. Здесь поле похоже на дартс немножечко, вот так, круглое такое поле, на сектора разбитое. Да, на сектора разбитое. И твоя задача выйти из страны жертв, где ты обвиняешь всех, что мама с папой тебя не понимают, к примеру, там, да, учителя все злые, там, сердитые, еще какие-то, сосед по парте вообще вечно... Да, да, или там вечно меня там троллит. И пока ты играешь, ты приходишь к пониманию того, что очень многое на самом деле зависит, во-первых, от тебя, во-вторых, ну, люди все разные, и это надо тоже принимать, да. Да, да. Ну, это вот первая игра. То есть ты сначала в стране жертв, но потом тебе игра предлагает, когда ты выходишь, да, на следующий уровень, предлагает какую-то новую историю. Чаще же что? У нас, когда есть на кого-то обиды или у нас страдает самооценка. Правда? Бывает такое, ребята, да? Всегда, когда есть обиды. Опять-таки, эта игра помогает, ну, принять себя такого, да, например, обидчивого, принять, что другие люди имеют право видеть в тебе эти недостатки, что даже и та ситуация, которая тебя, например, обидела или травмировала, она может быть, конечно, и точкой боли, и ты можешь страдать по этому поводу, а можешь найти ресурсы, да, и сказать, а чему меня вообще эта ситуация научила? Можно так? Можно. Ну, это бывает очень сложно. Это бывает сложно. Но это сложно, ведь правда? Шабида, она же такая хорошая история. Да, это же можно слуховарить. Ну, и потом игра тебе предлагает какую-то новую историю. Например, там, да, вот я сейчас предлагаю Жуеве новую историю, достань и попробуй ее зачитать. Хорошо. Так, итак, какая новая история? Моя новая история. Я могу добиться успеха в любом деле, в котором пожелаю. Ой, как круто, хорошо. Да, хорошо. Да, все-таки хроники. Давайте, нам всем пока. Давайте. Следующая новая история. Но для того, чтобы добраться до новой истории, знаете, сколько нужно, да, для себя найти ответов на вопросы? Федь, у тебя какая новая история? Моя новая история? Я уверенно выражаю свои идеи, мысли и чувства. Что тоже порой, да, бывает очень сложно, да, пока ты пребываешь в стране жертв. Ну, и Илюш, тебе тоже. Ну, и мне тогда уже. Да, конечно. Так, моя новая история. Я свободен и могу быть собой. Справедливо. Справедливо, да? Да, у меня было почему-то ощущение, что Илья и так себя ощущает. Свободен и быть собой. Моя новая история. Я знаю все, что мне необходимо знать тогда, когда мне это необходимо. А вот об этом надо подумать. Ну, куда еще так? Так, отлично. Вот смотрите, да. И вроде бы, вот, пожалуйста, тебе таких новых историй игра может предложить сколько угодно, в зависимости от того, куда она тебя приведет. И когда ты складываешь уже, вот здесь у тебя старая история, где там очень много всяких обидов. Личная игровая карта. Да, личная игровая карта, это бывает у каждого. Да, потому что игра тебе предлагает всевозможные, например, карточки убеждения. Откуда эти убеждения у нас появляются? Откуда у нас бывает низкая самооценка? Ну, например, родители однажды сказали, что ты недостоин чего-либо, к примеру. Или там учитель тебе, как бы, между делом сказал, да из тебя вообще ничего не получится, да. И для тебя это стало, и для тебя это стало своеобразным, ну, как бы, такой психологическим блоком или такой травмой, да. И ты думаешь, ну да, значит, теперь по жизни, если мне учитель сказал, что ты там никогда не будешь, там, да, из-за того, что ты лентяй или лентяйка, никогда у тебя ничего не получится. И человек, вот это как, знаете, как рюкзачок такой несет. То есть, да, она делает такой, вроде бы все свое, все хорошо, но понимает то, что ему некомфортно, но... Да, несет и несет это, да, в душе. Ему, как бы, поставили это клеймо, он так и тин-тин-тин-тин-тин-тин. А вам говорили когда-нибудь учителя, что вот тут, ну, как-то, нет, прям в категоричной форме, в категоричной форме говорили учителя или, 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 или... Нет, не совсем... Вы понимали цели, с которыми говорили? Не совсем в категоричной форме, да, это было, скорее всего, проскакивало между делом, но я такой, ну, это не моя история, как бы... Мама, психолог, чувствуете? Да, расскажи ты. Да, они, как бы, тоже непременно говорят, ну, так между делом бывает, если, допустим, класс доводит... Учителя, да? Да. Учитель же это тоже человек. Конечно, да. Но иногда доводит несколько людей из класса. А страдает весь класс. Ну, это коллективная ответственность называется. Ну, или, вот, например, бывают такие ситуации, когда взрослый человек, например, приходит вот на эту же самую игру, и он говорит, что совершенно случайно, когда там уже поступил в институт, это не школа, например, да... Конечно, не моё. Была такая ситуация, когда я, ну, одержал фиаско, да, и теперь вот это состояние, что вот всё, за что я берусь, всё исключительно будет, вот, опять-таки, сведено на нет. Да, как с этим можно справиться? Окажется, я всегда не устаю повторять о том, что психология, она везде. Во взглядах, в прикосновениях, про прикосновения ещё поговорим, да, Федя? Вот, в словах. Поэтому, если вас кто-то когда-то обидел, ранил, да, это можно не тащить на протяжении всей своей жизни. С этим можно справиться, даже не доходя до психолога, а просто по-хорошему поиграв вот в такую настольную игру. Песня я видел на изначальной сайте на оригинале, там герой, старенький индус её поёт. Да, но эту песню можно слушать бесконечно, и спасибо тебе, Федь, большое, что ты сегодня нам её принёс. Да, тем более, что действительно канун нашего Рождества православного, и у меня тут состоялось действительно открытие в открывашке, когда выясняли, кто автор этой песни. У меня были подозрения, которые подтвердились, но я не знала, как тогда называлась эта группа, Федя. Расскажи, пожалуйста. Эта группа называется «Вам», в ней есть два исполнителя, это Джордж Майкл и Эндрю Риджли, и Света прочитала ей рассказанным о том, что, оказывается, Джордж Майкл как бы исполнял музыку, а... Ну, вот сейчас Ява сказала, что она не знает, но я тебе прям рекомендую посмотреть его клипы, и музыка его известна на весь мир, это британская группа, великолепная абсолютно представитель британской поп-музыки. Ещё что крайне редко такое бывает, такой красивый мужчина, да? Очень, очень красивый мужчина, очень у него красивые мелодии, мелодии, да-да-да. Но, кстати, это очень важно, Майкл и Риджли вместе учились в школе, они учились в школе, и в старших классах решили создать группу, и первая группа под названием The Executive, она никакого успеха не имела, они потом переименовались, и за два года всего работы приобрели безумную популярность, у него было всего несколько символов, но все они были в топе чатов поп-музыки Великобритании. Вот смотрите, ещё одно доказательство того, что если у вас что-то не получилось, не надо пускать руки, да, надо просто дальше двигаться, идти и добиваться своего. Здесь было достаточно изменить имидж чуть-чуть, и они прямо ударили в точку, и в дальнейшем, конечно, сольная карьера Джорджа Майкла, это была карьера мировой суперзвезды, буквально, буквально с каждым их символом. Сейчас примем быстренько звонок, и потом ещё 10 минут принимать не будем, будем говорить про игры. Хорошо. Я вот, наверное, можно, да, пока без вопроса, так как мы сейчас слушали песню про Рождество, и у нас на Руси всегда с Рождества до Крещения, до 19 января бывают, возможно, вот эти гадания, да. И это ведь тоже своего рода такие ассоциативные, например, смотрите, было гадание, вот ты там бумагу сжёг, да, и посмотреть должен был, что-то на тени там, например, видишь. И каждый ведь видит что-то своё. Или там вот гадание на кофейной гуще, или гадание с помощью воска и свечи, да. Это вот как зеркало Эйны Лейны, да, вы помните, которое Гарри Поттер смотрел и видел своих родителей. Да. И когда, например, раньше ходили, обращались к человеку, который гадает, к женщине, к бабушке какой-нибудь, да, она транслировала своё видение. А что важно, почему вот мы говорили, что психология и гадания это, да, абсолютно разные вроде бы вещи, да, но тем не менее. Вот, пожалуйста, психологи очень часто пользуются метафорическими ассоциативными картами. Вот сейчас в руках у меня одежда такие большие, красивые. Красивые, сказочные они, да. Можно пользоваться этими картами и для взрослых, и для детей. Причём они так называются, действительно, сказочные как-то по-детски. Да, по моему хотению. По моему хотению. Это авторские карты. И вот прямо сейчас мы с вами можем с точки зрения, смотрите, с точки зрения психологии, да, мы можем сейчас с вами поработать каким образом? Вы достаете каждый свою карту и смотрит, какая же сказка его ожидает, со словами, да, какая же сказка меня ожидает в этом году. И кто-то из вас увидит там ресурсы, то есть, что, чему эта сказка тебя может, ну, как бы, вдохновить на что? Давай, Федя, давай так, закрытую, да, будем. Во-первых, узнай, что это за сказка. Ева. Пока. Так, и Лёша. А я своё уже вытянула перед программой. Ну, можно ещё одну. Вот у Илюши тоже две. Федя, ты пока рассказывай, что у тебя за сказка? Я точно не помню название сказки, но это про стрелы на лягушку. Да, да, да. Так. Что ты видишь там на карте? На карте я вижу молодого человека, его, по-моему, зовут Иванушка, да? Так. И лягушку у него на руках, в которой звучит стрела. Из которой... Да, только он её не убил, а она поймала эту стрелу. А Федя увидел, что торчит из неё стрела. Какие тут, вот смотри, могут быть ресурсы у тебя на год? Ну, во-первых, получается меткий стрелок, да? Да. Ещё что? Ну, возможно... Смелее, смелее. В каком бы болоте ни сидело, ни квакало, да? Ну, вот опять передает свою точку зрения. Да, конечно, передает свою точку зрения, да. Ну, возможно, то, что во всём плохом есть что-то хорошее. Так. То есть лягушка же в конце концов же превратилась, да? Вот. Прекрасно. Ну, ещё просто нужно не отчаиваться, если что-то не получается, идти дальше. Хорошо. А, что получится. Отлично. Ева, что у тебя за сказка? Я, честно говоря, не знаю, что у меня за сказка, но на картинке изображена старуха, которая плачет, и старик, который её обнимает. Так. И пытается успокоить. Ну, хорошо, а если вот с точки зрения, какие ресурсы ты здесь для себя увидела? То, что у меня будет поддержка в следующем году. Так. Ещё что? То, что плакать будешь. Ладно, ладно. Погодите. Наверное, то, что я научусь рисовать? Наверное. Пожалуйста, пожалуйста, так. И это тоже. Так. Ещё что? Я тоже не знаю, что это за сказка. Ещё в дверном проходит... Это точно не золотая рыбка, надо сказать. Я сначала подумала про золотую рыбку, но это не то. Смотрите, тут ключевой момент, наверное, кадушка с камнями, да? Я тоже не знаю. То есть... Если бы с яичками золотыми, не золотыми, то да. Ну, а тут ещё кто у нас? А вот кадушки как раз Ела и не заметила с камнями, она увидела людей. Она увидела людей. Значит, для неё это сейчас очень важно, да? То есть общение, поддержка, да, родительская может быть... Ела себя старушкой представляет почему-то, а не той маленькой девочкой, которая в дверях стоит. Мне это интересно, надо подумать. Так, я... Так, сказку тут трудно назвать, потому что она не очень понятная. Так, но тем не менее, метафору какую видишь? Для себя я вижу, скорее всего, украшение чего-либо. Ты расскажи, что нарисовано на картине. Я вижу человека, огромного человека. Сильного мужчину. Сильного мужчину с кнутом, который хлещет трёхголового змея. Мало того, что он запряг его и заставил работать. Вот вижу один змей побитый, как я сегодня с утра не выспавшийся. Так, и двое с коронкой. С короной даже, да? С короной, да. Ну, нужно для себя выбирать какие-то важные приоритеты и укращать то, чего у меня очень много. Или добавлять того, чего недостаток. Ну, я вам скажу, что мне вот вторая карта, она добавила картине к первой. Отлично. Потому что я когда взяла первую карту, она мне не очень понравилась перед программой. Там был Садко, он играл на гуслях, бушующий океан, крушащиеся корабли и вот этот вот, значит, царь морской, безумный совершенно, и мечущиеся рыбы. Мне совершенно не понравилось, что опять это бушующий океан, который я должна, значит, укращать, играя на гуслях. Очень прямая ассоциация с моей работой. Я, да, так устала. А вот вторая карта, вторая карта, это прекрасный совершенно огнегривый конь, которого Иванушка укращает, да, это же Иванушка, который принесет ему, в конце концов, счастье и удачу, и, да, благодаря его доброму сердцу. Это, собственно говоря, доброе сердце тут, да, у главного героя. И вот эти две карты, став в ряд, они позволяют себя чувствовать гораздо комфортнее, психологические ощущения гораздо приятнее. То есть через, все-таки, через труд, через работу, через то, что бушующий океан должен, в конце концов, успокоиться, ко мне придет золотогривый конь, который тоже надо будет укращать. Укращать, все непросто. Зато посмотрите, какие тут красивые хоромы, да, даже, несмотря на то, что есть ли там... Вот, спасибо за хоромы, особо хорошая. Вот, если вы тоже вытащите. А, вот я уже хочу... Хотите, да? Ну, давайте, тогда я вам тоже расскажу. Я попробую, что я вижу. Так, у меня тоже конь и тоже молодой человек. И вдалеке я вижу прекрасный какой-то город, да, город, да, такой, я надеюсь, это очень богатый. Там, наверное, много добрых людей. И, смотрите, человек договаривается... Я думаю, что этот конь очень волшебный. У меня такое желание почему-то запрячь этого коня, да, и отправиться в путешествие. Это, наверное, вот сейчас, в данный момент моя душа очень-очень этого просит, хочет. И вообще я, конечно, себе загадала, что в этом году мне хочется путешествовать. Пусть вот так все и будет. Вот, посмотрите, что происходит, да? Вроде бы ассоциативные метафорические карты. Мы с вами, каждый посмотрел на картинку. И вот, например, если бы вы взяли мою картинку, вы бы увидели что-то свое, а не то, что я увидела. И у нас получается, что мы с вами себя самонастраиваем. Самопрограммируем. Самопрограммируем. Поэтому всегда, конечно же, надо стараться, даже если, как говорится, картинка совсем-совсем в темных тонах, даже тут находить какие-либо ресурсы. Да, потому что вот Федя мне очень понравилось, он говорит, я вот хотел бы там задать вопрос про логотерапию. Да, ведь такое направление, вот как вот и игра практики, да, они работают с нашим с вами подсознанием, с тем, как мы можем свою жизнь и себя самого правильно построить и простроить. Вот мне бы хотелось, чтобы Илья даже поделился опытом. Я уже не первый год, да, делаю всевозможные... Мы с друзьями делаем всевозможные фестивали, и так как у Ильи нет выбора, он всегда у нас в постоянном эксперименте участвует. Ну, изначально меня пригласили пофотографировать, но после этого меня тихонечко на стульчик, на стульчик посадили и задвинули. Сказали, не выйдешь, пока не доиграешь. Ну, я такой, ну, если играть, так зачем играть? Нужно выигрывать. Перестроил себя, конечно же, и выиграл. Что это была за игра? Это была игра тюрьма. Да, название такое, ребят, но вы посмотрите. Значит, это тоже разработано профессиональным психологом, да, и чему тебя научила эта игра? Ну, начнем с основной сути этой игры. Эта суть этой игры заключается в том, что у тебя есть определенные ресурсы. Король, которого ты не должен никак проиграть. И четыре пешечки, которыми ты можешь ходить с помощью кубика настолько, сколько ты хочешь. Назад, вперед, можно делить. И есть четыре игрока. У каждого есть по тюрьме. Эту тюрьму нужно захватить и захватить чужую пешку или король. Когда не останется пешек, то король может попытаться освободить одного игрока. Ну, но может не получиться, и он проиграет. В итоге получилось так, что, ну, изначально там нужно было идти на контакт с людьми. То есть, представляете, каково? Для меня это было довольно легко, но люди боялись потерять своих пешек и, допустим, соединиться, выиграть синих. Когда останешься с красными и желтыми, ты не знаешь от следующего человека. То есть, может быть, он объединится с красным и желтым против тебя, а ты недавно объединился с ним против синего. То есть, коммуникация, да, стратегия, коммуникация, правильно, друг с другом скооперироваться, договориться. Просчитать ходы. Вы не со знакомыми людьми играли или нет? Нет, не со знакомыми. Вот меня просто подсадили, сказали, играй. Я такой вижу, дедушку, двух девушек и дедушку. Сложно было? Ну, мужчины. Там были взрослые люди. Там дедушка был. Белый-беленький дедушка. Тут мы не будем комментировать ничего. Ну, было довольно трудно, но все же я выиграл. Мне понравилась эта игра. И потом, после этого, ко мне подходили игроки и говорили, слушайте, мы не ожидали, потому что мы взрослые мужчины, женщины, у нас как бы свое такое видение. А он тихонечко сидел-сидел, сидел-сидел. Сначала просчитал все, да, и в итоге оказалось, что он выиграл. А мы, действительно, сначала его как бы обесценили, ну, что там, у тебя нет ни опыта, ничего. То есть, вот эта игра, она для подростков, она для взрослых. Можно играть прямо в семье. Ими, да, она развивает пространственное, логическое мышление, умение договариваться, при этом не забывать про свои собственные интересы. Потому что там в идеале-то, да, все равно кто-то должен выиграть один. Это такая очень хорошая история. Я вот как раз рассказывала до эфира, что начала читать книжку про подростковый мозг, вот, которую Надежда мне как раз... Которую ты мне еще была. Да, 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 дала почитать. И очень важно, конечно, что там отмечено, очень важно, чтобы подростки не развивались в замкнутой своей среде. И для взрослого нужно понимать, почему игры совместные хороши. Потому что интеграция, он переходит во взрослую жизнь. Этот период перехода во взрослую жизнь. Невозможно перейти во взрослую жизнь, оставаясь все время с ровесниками или в детской среде. И взрослым невозможно найти коммуникацию и вывести там ребенка во взрослую жизнь, да, если ты прямо сейчас с ним рядом не находишься. Вот эта игра, которую вот сейчас писал Илья, очень хороший показатель того, как Илья способен во взрослую жизнь с тем, что сейчас у него есть, входить хладнокровно, спокойно, понимая, чего он хочет. Это, по сути, мечта каждого родителя, чтобы так и получилось, и часто это не получается. Вот игры, игры, это... Да, и что еще немаловажно, смотрите, ребята, для вас, да, возможность вот просто проиграть, это же попробовать в очень такой, знаете, безопасной сфере, ну, как бы, да, атмосфере, да, попробовать себя совсем с других разных ролей. То есть вы, проиграв эту ситуацию, уже в жизни, когда сталкиваетесь, например, есть игры, которые, например, не помню, как она называется, да, но типа антитроллинга. Вот где-то ты там писал, да, про игру, да, которая позволяет тебе, то есть, когда тебя где-то троллят, когда тебя где-то пытаются тобой манипулировать. А так происходит постоянно? Да, конечно, в жизни во взрослой. Ты, проиграв вот это вместе со своими сверстниками или со своими родными, близкими, эту игру, ты сможешь уже получить навык, что я могу противодействовать этим манипуляциям. Я могу, да, оказывать... Дать отпор. Да, дать отпор. Что касается антитроллинга, очень хорошая история, мы ее возьмем просто отдельно, буквально в открывашке. Я знаю, что Володя Шабардин детский омбудсмен, и его ребята, которые составляют совет детский при нем, они недавно как раз конференцию такую сами устраивали по поводу буллинга, там, троллинга и прочего. И это очень серьезная история, которую нужно проживать, проговаривать и прорабатывать. Вот игра, о которой вы говорите, давайте мы ее возьмем прямо отдельно в открывашке, поддерживается, да? Да, 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 да. Мне кажется, что в район розысках это очень хорошая возможность. У нас есть телефонный звонок или мы уже отключились, да? Ну, просто отключились, чтобы поговорить побольше об играх. Мы сейчас еще можем принять 1, 211, 101. Какие игры вы играете дома? А, может, да, новый вопрос. Ну, давайте, хорошо. В каких сферах активно используются психологические игры? В педагогике, в психологии, в бизнесе? Хорошо. В каких сферах активно используются психологические игры? И выбор. Педагогика, психология, бизнес. У меня вот я... Ну ладно, у меня выбора нет. Я бы все три варианта, конечно, назвала. 211, 101. Да? Кстати, насчет, потому что, наверное, ну, пусть нам сначала позвонят, да? Еще, вот смотрите, мы сейчас с вами говорили в основном про те игры, которые направлены на подростков, на взаимодействие родителей-ребенок, да? Но когда вы вырастите, не забывайте о том, что в любую сферу, да, уже сейчас вообще игра практики, это мало того, что это инструментарий психологов-педагогов, да, но это еще и уже такое своего рода такая профессия. Потому что намного проще сначала попробовать, например, вы собрали отдел продажников, там, да, рекламщиков, да? Вы сели, проиграли игру определенную, а ребята с этими навыками вышли и уже собрали, как говорится, тот бюджет, который вам необходим, да? Работка навыков. Конечно, конечно. Плюс ко всему, например, сейчас очень популярные игры, когда девушки, вот они вот еще студентки, да, они ищут себе, например, там... Суженого рядашка. Суженого рядашка, да? И очень много игр на отношения между мужчиной и женщиной, очень много игр, например, на познание самого себя, чтобы узнать свои сильные стороны и свои слабые. Также есть игры для бизнеса, потрясающие игры, да, которые... Ну, кроме монополий, которые позволяют тебе даже, например, от начала до конца выпаковать какой-то свой уже продукт, да, который ты потом можешь вывести на рынок. Ну, вот сейчас вернемся, вот еще к самой первой теме, когда я появился в студии. Две минуты осталось. А, в Reactium, Reactium. Там была такая игра, имя разработанная, когда тебе выдавали карточки, ресурсы, допустим, бесплатная аренда серверов и, допустим, бесплатное помещение, да? И три варианта на выбор. Допустим, сфера IT, там какая-то социальная сфера и техносфера. И ты должен был выбрать для себя продукт, проработать его. То есть, допустим, если мне память не изменяет, мы выбрали создание сайта для школьников, с помощью которого они могли помогать друг другу и еще и делиться каким-то своим сокровенным, потому что там вот все анонимно. Это мы разработали только из трех карточек. Имея только в это и это. И это как бы готовый продукт, который можно просто брать и использовать. Да, главное просто найти людей, которые готовы и будут заинтересованы в твоем проекте. То есть, получается, с помощью игры, любой игры, да, ты нарабатываешь определенные знания, умения и навыки, то, что, в принципе, дается в школе, да? Но тут это все очень близко, практика ориентирована, и все неправильно... Ты это на себя как бы берешь, принимаешь. Да. А потом берешь и реализовываешь это, выходя уже из игрового поля. Ну вот, отвечая на вопрос Ильи, поскольку уже времени не остается, наверное, можно сказать, что везде используются психологические игры, и в педагогии, и в психологии, и в бизнесе. И самое главное, что игра — это не детское какое-то, только это и не развлечение вовсе. Это постоянное обучение. Это постоянное обучение и совершенствование, и очень важно, с точки зрения психологии, возможность выхода из какой-то сложной ситуации. Довольно простым, на первый взгляд, способом. И понятным для детей и подростков, ну и, конечно, для взрослых. Да, ну и надо сказать, что все эти вещи, они доступны. Действительно, не обязательно обращаться только к психологу, и есть возможность самостоятельно изучить и это делать. И надо просто правильно оценивать игру, да, всегда ее анализировать. Спасибо за сегодняшнюю работу. Мы прощаемся с нашими слушателями. Открывашка 6 января завершена. Всех поздравляем с наступающим Рождеством, наверное, да? И с прошедшим Новым годом. И с прошедшим Новым годом, и с наступающим старым Новым годом еще успеем в следующий открывашке поздравить. Илья Бушмилев, Ела Кравцова, Надежда Бушмилева, Федор Рычков. И Светлан Дзенков, прощаемся. Всем до свидания. Всех всего доброго.